Всем привет! Что ж, как показал подсчёт комментариев, пришло время учения Гнилого Господа. Культ Гнилого Господа – это часть российского филиала SCP. Соответственно, с ним сталкивается фонд на просторах СНГ, в РУ, объектах и рассказах. За пределами РУ фонда практически неизвестен. Однако недавно, во время конкурса организации филиалов, был написан объект SCP-4981, относящийся к этой организации. Так что шествие Гнили по миру SCP только начинается. По сюжету, культ Гнилого объединяет множество мелких, на первый взгляд, несвязанных сект, появившихся в России в 90-е годы. Хотя внезапно в немецком филиале, в хабе организации под названием «Секция-25», говорится, что они наблюдали активность культа Гнилого Господа ещё во времена ГДР. Так что что-то здесь явно нечисто. Сами же эти сектанты не проявляют прямой агрессии против агентов фонда. То есть нельзя сказать, чтобы культ Гнилого Господа был бы врагом российского филиала и активно злодействовал, как, например, это делает мясной цирк. Однако явления с ним связаны и нередко обладают огромной деструктивной силой, очень опасны, а потому проявление культа требует немедленной реакции. В упадническое десятилетие в 90-е годы появились люди, поклоняющиеся разложению, распаду и любым видам энтропии, которые для них имеют персонификацию в виде Горы Гнилого Господа. Это группы мрачных полоумных людей, которые собираются в подвалах, подземельях и тесных квартирах, где они исполняют безумные ритуалы, в ходе которых адепты калечат себя друг друга и намеренно заражаются болезнями, сходят с ума. Между этими группами не обнаруживается никакой прямой связи. Их практики включают в себя множество элементов самых разных учений, как связанных с различными религиями, восточными мистическими практиками, так и со средневековой алхимией и магией. Общего между ними только то, что все практики всегда включают распад и разложение в каком-то виде. Чаще всего культисты даже не знают о существовании друг друга, но все они верят в Гнилого Господа, который сидит на своем троне в центре вселенной и шлет энтропию во все стороны. При полной разобщенности этих групп все они выполняют волю некоего понтификата пожранных, от которого получают как неясные видения и пророчества, так и прямые указания. В целом эта группа не стремится распространять свое учение. Фондом SCP была зафиксирована только одна такая попытка в виде книги под названием «Грибной государь», известной фонду как SCP-1263.ru, которая излагает учения Гнилого Господа в виде детской сказки и изобилует меметическими угрозами и триггерами, которые приводят к различным аномальным изменениям как реальности вокруг, так и самого читающего. Фонд бы, наверное, не обращал внимания на это явление, как на обычных полоумных сектантов, если бы не множество странных артефактов, которыми владеют эти люди. Это и кольцо SCP-1121.ru, которое заставляет носителя всюду видеть пауков и других членистоногих, которые становятся все более материальными и атакуют окружающих, кусая и впрыскивая яд. Это и амулет SCP-1195.ru, вокруг которого появляется различная разлагающаяся органика. Это и статуя SCP-1243.ru, значительно ускоряющая процесс разложения вокруг. Все эти три вещи сильно влияют на сознание своего владельца и заставляют его видеть разнообразные галлюцинации, связанные с древними богами, и разговаривать на неизвестных языках. В конце концов, все эти разложения и деградации вокруг себя. Различных сущностей, червей, пауков и крайне изуродованных человеческих фигур, гниющих и зараженных всевозможными болезнями. Но главное, все три предмета приводят к тому, что взаимодействующие с ними люди так или иначе получают знания о горе Гнилого Господа и о ритуалах, проведение которых позволяет открыть двери в его измерения. После проведения ритуалов, знания о которых были получены через SCP-1243.ru, фонду удается открыть портал в мир Гнилого Господа, который материализуется в виде обычной лишней двери в стене, за которой оказывается коридор, похожий на технический тоннель какого-нибудь подземного бункера. По мере продвижения по нему обстановка изменяется. На стенах появляется плесень, какая-то гниль, пространство заполняют насекомые и черви. Через какое-то время сырые бетонные стены переходят в камень, а потолки становятся сводами пещеры. Далее идущий начинает спуск, в ходе которого попадает в разветвленную сеть пещер и в итоге оказывается в пространстве горы Гнилого Господа. Внутри этих пещер можно найти множество окаменелостей, которые на самом деле являются одной из финальных форм поклонения Гнилому. Культисты превращаются в извращенных созданий, которые умирают, разлагаются и каменеют, таким образом как бы отказываясь от суеты мира и вообще от движения. Окаменение и разложение – это то, к чему постепенно приходят почитатели Гнилого Господа, да и просто случайные гости этого места, если вовремя не покинут его. Однако известны случаи вмешательства в этот процесс другой организации – противника русского филиала фонда SCP под названием «Мясной цирк». «Мясной цирк» модифицирует культистов таким образом, что они не могут окаменеть и умереть окончательно, и превращают их таким образом в существ, подобных SCP-1299-RU, которая представляет собой статую женщины, найденную на территории одного из заброшенных заводов Подмосковья. Статуя эта является существом, постоянно находящимся на грани смерти, которые способны к телепатическому общению. Она занимается тем, что убеждает людей не сопротивляться распаду, разложению и энтропии, и смириться с ней, и таким образом принять учение Гнилого Господа. Принявшие посвящение от этой статуи становятся или человекоподобными чудовищами, похожими на тех, что видят в своих галлюцинациях люди, взаимодействующие с амулетом из SCP-1195-RU, или превращаются в аморфную живую массу слизи. Некоторые люди становятся чем-то совсем абстрактным, типа объемных теней и пучков света. В общем, культ Горы Гнилого Господа обычно производит что-то не очень приспособленное к жизни. Однако бывают и исключения. Например, в истории SCP-1200-RU рассказывается, как увлеченный мистикой человек во время контакта с сущностями Гнилого Господа не умер и разложился, как это обычно происходит. А когда Гнилой Дух занял его тело, опытный мистик не растерялся и занял тело воплощения той сущности, которая вылезла из мира Горы Гнилого Господа. В итоге получилось существо как бы из двух тел. Первое – бегающий по свалкам и помойкам на четвереньках человек, поедающий разную гниль и мусор. Второе – это летающее яйцевидное существо с огромной пастью, имеющее личность и разум того самого мистика. Изучение всех этих аномалий привело к тому, что была открыта некая сущность, называемая «Я и злой», которая исходит от всех проявлений Гнилого Господа и вызывает все эффекты, связанные с распадом и искажением реальности. Сам «Я и злой» – это некая аномальная сущность, которая представляет собой информационный вирус, зашитый в саму ткань реальности, который, распространяясь в ней, приводит к распаду самой нормальности мира. Гора Гнилого Господа, находясь где-то далеко от всех миров, раскидывает вещи, пораженные «Я и злой», как семена, в надежде, что где-то они дадут всходы. Вот только «Я и злой» не может существовать само по себе. Ему нужно обызноваться в гниле и мерзости, потому лучше всего эта штука разрастается там, где есть несправедливость, нищета, страдания и болезни. Поэтому, собственно, культ не пытается активно проповедовать, ведь «Я и злой» и сам тянется ко всему гнилому и злому, чтобы пустить свои корни. И там, где ему это удается, сама реальность крошится и изнашивается, впуская в мир реки мерзости, гнили, монстров и самого Гнилого Господа. Именно таким образом культ Гнилого Господа мотивирован творить зло ради зла. Что отличает этот канон от многих других в мире SCP, так это то, что у него есть и обратная сторона. Вот яйцевидный демон с личностью любознательного любителя аномального, носится над своей свалкой и думает о смысле жизни, о судьбах мира, разглядывая его через вещи, которые приносят люди в его гнилое обиталище. Или вот вечно умирающая статуя девушки, размышляет о том, что она видит смысл своего существования в том, чтобы заставлять людей видеть неприятную правду. Всю гниль и мерзость, что порождают люди. Всю гниль и мерзость, что есть в них самих. В одном из рассказов она общается в купе обычного поезда, едущего куда-то с сотрудником фонда. В этом рассказе статуя еще удивляется, насколько человек из фонда привычен и безразличен к осознанию страшной и неприятной для многих правды. И именно по этой причине неуязвим к эффектам самой статуи. А в другом рассказе показан и сам гнилой Господь. Как он видит мир. Его зрение четырехмерно. То есть одновременно он воспринимает прошлое, настоящее и будущее мира. Он разглядывает, как обычные люди ползут от рождения до смерти, не способные увидеть ничего за пределами того времени, в котором они находятся сейчас. Удивляются, зачем это они заползают в его разум, который они видят как бесконечные каменные пещеры, называя их горой гнилого Господа. Ведь это и правда удивительно странное занятие – ползать по чужому разуму. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok